Каким будет Славянск после войны? Интервью с известными славянцами. Завтрашний день Славянска, каким он будет? Для многих наших людей этот вопрос остается открытым. Никто не хочет жить в серой зоне. Славянск будет депрессивным городом, поскольку совсем близко, выжженная земля, разрушены города и деревни. Владимир Меленец. У Славянска есть огромный потенциал для развития, которые, к сожалению, мы раньше не ценили и использовали лишь частично. Это прежде всего природное богатство. Мела – месторождение природного газа, наши знаменитые соленые озера. Славянский курорт, если сделать из него конфету, даст рабочие места и постоянные поступления в местный бюджет. Но реализовать этот грандиозный потенциал Славянска возможно только при условии, что будет соответствующая государственная стратегия. Потребуется финансовая помощь со стороны государства и международных доноров. Я с оптимизмом смотрю на послевоенное будущее города. Уверен, крест на Славянске ставить рано. Светлана Омельченко. Я думаю, что Славянск будет еще больше, чем до войны, студенческим городом. Учащиеся у нас студенты очень хотят вернуться в родной город, учиться офлайн. После войны Украина потребует рабочих рук. Это значит, что обязательно будут востребованы и начнут развиваться заведения профессионально-технического образования. После того, как начнет оживать экономика, улица Славянска снова наполнится горожанами. Но люди будут возвращаться в том случае, если будут рабочие места. Олег Белоусов – предприниматель. Если Славянск останется под контролем Украины, то для того, чтобы прогнозировать послевоенные перспективы города, нужно понимать, какой будет Украина. Если будет наша победа, что дальше – репарация от России и восстановление страны. И будет ли какая-нибудь существенная финансовая помощь от наших нынешних партнеров? Честно говоря, у меня есть большие сомнения, что эта помощь будет безвозвратной, а не, скажем, в обмен на наши ресурсы. Но теперь, с учетом того, что граница может проходить неподалеку от Славянска, причем граница закрытая, непроездная, мы остаемся в каком-то углу, с вечными проблемами безопасности. Риторический вопрос – будет ли серьезный инвестор вкладывать сюда деньги? Я хочу быть оптимистом, но, к сожалению, пока не могу подвести под этот оптимизм какие-либо реалии. Как это будет? Не знаю. Может, будут какие-то договоренности не разрушать Славянск. Павел Хайло, если мы не получим должной помощи от государства, тогда Славянск будет городом заброшенным и забытым. Славянск – достаточно привлекательной территорией для бизнеса. Взгляните на давнюю историю нашего города, сюда вкладывали капиталы даже иностранцы. И это неудивительно, ведь у нас столько природных ресурсов, что город не может долго приходить в упадок. Мы же по-разному видим будущее Славянска. Большинство из нас даже гипотетически не хотят моделировать ситуацию, когда наш город станет крепостью Славянск, по аналогии с Бахмутом. А мы, жители Славянска, будем верить, что наш город минует страшная судьба Бахмута, Авдеевки, Марьинки и многих других городов Донбасса. Рассуждение журналиста, который сделал поездку из Киева в Славянск, как путешествие в другую страну. В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах, как минимум, до комендантского часа. Год назад было сражение за Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Сегодня идут бои за часов, Яр и Авдеевку. На Донбассе никто не знает, какой город может пасть следующим. 9 февраля водитель автогаз не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди автомобилем Рено. Об этом сообщают патрульная полиция Краматорска и Славянска. К счастью, в ДТП никто не травмировался. На водителе грузовика патрульные составили протокол. В Славянске сложилась достаточно сложная ситуация с подтоплением. Вода появляется даже в районах города, которые никогда не относились к зоне подтопления. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил начальник Славянской военной администрации Вадим Лях. Эта проблема актуальна, несмотря на то, что все 24 насосные подстанции, находящиеся на балансе громады, работают на полную мощность, потребление электричества ими выросло в 20 раз. Хорошей новостью является то, что специалисты не прогнозируют большой паводок этой весной. И все же в рамках Славянска это не поможет преодолеть подтопление. «Нам придется создавать новую систему водоснижения. Это небыстрый процесс, требующий больших вложений. Но работа над ним уже началась», — сообщил Вадим Лях. Артур Соломко приступил к исполнению обязанностей на полицейской станции в поселке Былбасовка в Славянске в ноябре прошлого года. Основными направлениями его работы являются предотвращение и противодействие домашнему насилию. Охрана и защита прав детей, обеспечение общественной безопасности и соблюдение правил благоустройства, помощь лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. На особом контроле полицейского вопрос профилактики правонарушений и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения и запрет торговли алкогольными напитками. Глава Донецка Былгаза встретился с газовиками Славянска. Вадим Батий заслушал срочные вопросы от коллег. В частности, обсудили обеспечение расходными материалами всех служб Славянска. Заслушал вопросы от каждой службы и поблагодарил за добросовестный труд. Заключает председатель правления Вадим Батий. Спасатели напоминают жителям Славянска правила пожарной безопасности. Сотрудники ГСЧС проводят информационно-разъяснительную работу совместно с представителями Управления соцзащиты населения Славянского городского ВА и Ювениальной полиции. Каждой семье инспекторы оставляют памятные открытки и напоминают, что при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации необходимо сразу звонить по телефону в службу спасения. Показываем вам цены на продукты на центральном рынке Славянска. Переходим к другим новостям. Трое украинцев пытались передать 22 килограмма наркотиков с помощью дрона. Это случилось в Волынской области. Коптер сбили, а мужчины, которые хотели передать наркотики на 13 миллионов гривен, сядут в тюрьму. Зачем-то Путин рассказал журналисту и фейк об отце Зеленского. Не знаю, может проверял. Мне уже отец воевал с фашистами, с нацистами во время Второй мировой войны. Я как-то с ним говорил об этом. Я говорил ему, Володя, ну что ты делаешь? Зачем ты поддерживаешь сегодня неонацистов на Украине, когда твой отец воевал с фашизмом? Он фронтовик. Фейк, потому что отец Зеленского родился в 47-м году, да, через два года после окончания войны. С чего начались наши отношения с Украиной? Откуда она взялась, Украина? Российское государство стало собираться как централизованное, и это считается годом создания российского государства, 862-й год. Когда новгородцы, есть такой город, Новгород на северо-западе страны, пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов, 862-й год. В 1862 году Россия отмечала тысячелетие своей государственности, и в Новгороде стоит памятник, посвященный тысячелетию страны. В 1882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер в это время, к этому времени, пришел в Киев, отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика. И таким образом Россия начала развиваться, имея два центра – в Киеве и в Новгород. Следующая очень значимая дата в истории России – 988 год – это крещение Руси, когда князь Владимир, правонук Рюрика, крестил Русь и принял православие, восточную часть христианства, восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное российское государство. Я начну в первую очередь с исторических опусов военного преступника, президента Российской Федерации Владимира Путина. Он, естественно, заслуживает на премию. Историческую истерическую премию. Потому что такой набор абсурда и идиотизма, лжи и мифов, в которые лично он верит, в принципе адекватные зрители, наверное, не слышат. Потому что все неадекватные зрители это слышали не первый раз и читали даже в его бредовой статье, которую он опубликовал прямо перед войной в Украине, дабы фактически провести подготовительную работу, оправдание этой войны. Первый блок, который касался истории, в принципе он единственный, до чего этот великий исторический истерик не дошел, это ему еще надо было сказать, что в принципе Москва появилась раньше, чем Киев. Вот, если спорить по сути, вы пойти, в принципе, спорить по сути могут историки с историками. Поэтому в кейсе с Путиным спорить по сути могут прокуроры против военного преступника Путина. Потому что он имеет такое же отношение к истории, ну, приблизительно как я к разработке штучного интеллекта. Поэтому первый исторический опус это набор лжи. Дальше. В рамках этого исторического опуса там есть ведь ложь не только тысячелетней давности. Потому что если исследовать его ложь, то в принципе, если все перевернуть в сторону России, можно однозначно сказать, что такого государства, как Россия, не существовало. Потому что вообще это московское царство. Не говоря уже о том, что тогда, когда был основан Киев, там на территории Москвы были болота и волки, и то голодные. Ну и заканчивая тем, что в принципе, это все подходит, все его обоснование подходит к тому, что Россия это штучное государство, которого вообще не существовало. Во-первых, я вам скажу, что посмотрев интервью, я сделал вывод, что Путин просто клинически сказочный долбодет. Вместо слова «дет» меняем на другое. Просто клинический и сказочный. Когда он начал углубляться в историю, когда пошли эти бесконечные Рюрики и Шурики, и кто там, Владимир и Сталин, и Ленин, ну особенно Рюрик, шесть раз он упомянул Рюрика, Рюрик и Вовик, я бы сказал. Это вообще потрясающе. Какие Рюрики вообще? Ну о чем он? Какие Рюрики? Мы не знаем, что у нас три дня назад было. Какая история древних веков? Он что, всерьез считает, что она истинна? Это же, я сейчас скажу, азы. Я это твердо знаю. Это мое глубочайшее убеждение на основании сотен моих интервью с людьми, ставшими частью истории и эпохи. Вся история, друзья, переврана от и до. Честной истории вы нигде не найдете. Никогда, нигде, ни в одной стране вы не найдете честной исторической науки. Она вся подогнана под существующий строй, под существующую идеологию и, соответственно, с такими искажениями идет из века в век. Расскажите мне, кто расстрелял людей на Майдане в 2014 году? Нам это известно? Это было всего 10 лет назад. Нам известно это? Нет. До сих пор. Где история? История нет. Это было 10 лет назад. Какие нахер Рюрики? Кто писал эти летописи? Это все было, я скажу, как это было. У каждого Рюрика был свой друг Шурик, летописец, который писал то, что надо Рюрику. Мне говорят, ну, может, он не в маразме, может, он просто себе втемяшил эти идеи исторические и в них поверил. Я сомневаюсь. Я думаю, что это исторический маразм. Я думаю, что голова там уже, знаете, прогнила совсем. Ну и когда он сказал про папу Зеленского, это было вообще потрясающе. Папа Зеленского боролся с фашизмом. Я допускаю, что папа Зеленского боролся с фашизмом последние два года. С русским фашизмом. Но папа Зеленского родился в 47-м году, Александр Семенович. В 47-м. Когда с немецким фашизмом уже два года как было закончено. Поэтому, вы знаете, в голове Путина пересношались мухи с тараканами. Рюрик со Сталиным. Все пересношалось в этой безумной, тупой бошке. И слушая этот бред собачий, этого идиота, непоколебимое желание только одно возникает, чтобы он вздох скорее, сука. Другого желания нет. На границе протестующие поляки высыпают зерно из украинских фур на дорогу. В Ягодине польские протестующие остановили автомобили, которые прошли таможенный контроль и транзитом двигались в Литву. Полякам якобы не понравилось, что зерно везут через Польшу, потому они начали резать тенты. Короче, развернулись, мы все в сторону хаты. Приехала полиция. Полиция разводит руками. Такие только выбрали данные, особо ничего. Чтобы вы себе понимали, людям взяли болгарку на батарейце и хотели просто вырезать его. Люка. Зервали промпу и высыпали пшеницу. Получается, с каждого самохода, как минимум, высыпалось, где-то, на певно, по тону три. То точно. Вот такие у нас друзья-поляки. Честно, не ожидал оно для меня. Но факт есть факт. На этом у нас все. Спасибо вам за внимание, подписывайтесь на наш канал и легкого вам понедельника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok